но точно нужна новогодняя музыка йоу это Маша, это Виталий и вы на канале Веган Фэмили сегодня у нас новогодний выпуск да на носу новый год а это значит что скоро у нас будет эпоха снега ёлок подарочка игрушек запаха мандаринок брызг радости веселья и счастья всяких мигалок ярких фейерверков веселье эмоций встреч с друзьями дедов морозов стежков на табуретке классных теплых посиделок тортиков хороводов вокруг елки и конечно же подарочков и вот здесь мы остановимся немножко поподробнее потому что подарки на новый год для веганов не всегда проходят так как хотел несмотря на все положительные эмоции нового года к сожалению он может быть испорчен неэтичным подарком если вы веган или веганка то вы прекрасно понимаете что животные это не товары не объекты не ресурсы и нельзя их использовать неважно платили вы за это деньги получили вы это в подарок или вы это нашли это не имеет значения наше этичное отношение заключается в том что мы ценим права животных права животных не быть собственностью хоть за деньги хоть бесплатно это абсолютно не имеет никакого морального значения нет 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 принимая подарок в котором содержится продукты животного происхождения или которые были произведены с использованием угнетения или эксплуатации животных как то тестирование или подстригание шерсти животных на какие-нибудь одежду или свитера наши полностью закрыла вы как бы поддерживаете имущественный статус животных поэтому надо так нет никаких оговорок что вы это нашли вам это подарили вы на это не тратились надо так и очень важно что здесь не имеет значения будь это носочки заботливо связанные руками вашей бабушки шерстяные носочки серьги из жемчуга которые являются вашим семейным наследием будь это пуховое одеяло которым накрывались ваши родители в первую брачную ночь будь это шоколадные конфеты которые были приготовлены вашей младшей сестренкой вручную не имеет значения ребят или это кожаный ремень вашего батька которым он получалось в первом классе который дорог вашей жопе как память что это за вещь не имеет абсолютно никакого морального значения не ка-го-го ва-го от подарка к сожалению придется отказаться как вы понимаете если отказываться от подарка врученного вам под пристальным вниманием десятков глаз подбой курантов и брызги мандаринов которые летят вам в глаза косвенно вы поддержите эксплуатацию животных и соответственно не получит удовольствие тот человек который вам преподнес этот подарок и план а предотвратить ситуацию чтобы не попасть конфуз лучшим решением избавиться от проблем от порчи настроения себе дарителю вашего подарка и окружающим людям которые делят праздник с вами будет предотвращение ситуации заранее или не заранее но когда-то наступит тот момент когда вы узнаете с кем именно вы будете проводить праздник будь то ваша семья будь то ваши друзья будь то ваши коллеги лучшим решением будет связаться с этими людьми заранее причем заранее неважно насколько даже грубо говоря перед самым новым годом пока они не успели еще вручить вам подарки это запаковать и подарки тремя своим скотчем потому что самый плохой вариант это говорить о том уже после получения подарок если вы спохотились только что сделайте это прямо сейчас позвоните человеку свяжитесь с ним напишите ему и предупредите его о том чтобы веган или веганка и о том что вы не приемлете никакие животные продукты по причине того что вы не приемлемете эксплуатации животных вы придете на вечеринку и все люди узнают о том что веган или веганка этот момент никогда не получается скрыть потому что как минимум все будет сидеть за одним столом и как только вы сядете за стол все взгляды обращаться на вас поэтому если вы предупредите людей заранее о том что вы перешли на веганство поверьте вам удастся избежать многих вопросов возможно люди какие-то вопросы для себя выяснят заранее загуглят в интернете спросят у друзей возможно они уже заранее зададут вам какие-то вопросы обсуждения которых вам не хотелось бы вести за новогодним столом может быть часто вам кажется неудобным но поверьте более неудобно и более конфузно будет объясняться прямо на месте вручения подарка в этом разговоре будут участвовать уже все те кто находятся на новогоднем вечере а как правило разговаривать с большим количеством не веганов и объяснять им какие-то вещи очень сложно гораздо проще объяснять им тет-а-тет когда вы скажете человеку что вы не можете принять от него неэтичные подарки возможно у него встанет вопрос а что вообще есть этичные подарки потому что если ты такие вопросы он ну не в курсе веганство не понимаешь что такое веганство и с чем оно связано тем более многие люди окружающие они поставляют веганство только с едой и есть соответственно два варианта это белый список и черный список то есть вы можете составить либо список того что не нужно вам дарить либо список того что вам можно подарить иначе говоря wish list сейчас есть очень много приложений которые могут вам в этом помочь это не только очень классно в плане веганство это очень классно в принципе в плане того что вы получать будете именно те подарки о которых вы мечтаете это очень классно в плане не перепотребления потому что вас не будут копиться это непонятные символы года, другие ненужные вещи, которые будут лежать, пылиться у вас на полках. Поэтому пользуйтесь виш-листом, в этом нет ничего неудобного, как это может показаться на первый взгляд. Поверьте мне, люди будут только рады сделать вам приятно, потому что подарок это именно внимание и приятность для вас. Поэтому человек вкладывает в подарок лучшие намерения. Предлагая человеку свой виш-лист, вы наоборот облегчаете ему выбор подарка для вас. Он понимает, что он реально сделает вам приятно. Ссылку на приложение, где вы можете составить свой виш-лист, не только на Новый год, но на день рождения, на любой другой праздник, вы найдете в описании к этому видео. Не нужно устраивать человеку, который хочет сделать вам приятно, целый квест по поиску веганских подарков, потому что часто люди думают, что веганское это что-то специальное, из какого-то специального магазина, из какой-то специальной пометочкой. Они не понимают, что веганские штуки, веганские ништяки есть в каждом магазине на каждом прилавке. А не только в этой вашей Калифорнии. Также будьте готовы, что несмотря на всю вашу защитную стратегию, кто-то умудрится преподнести вам неэтичный подарок. Есть человеческий фактор. Человек может запутаться, человек может чего-то недопонять. Или вдруг появился гость, которого вы вообще не ожидали тут увидеть и, соответственно, не могли его предупредить. Вдруг соседи решают зайти. Или у вашей подруги появится какой-нибудь новый бойфренд или геллфренд. Или у вашего друга появится кот, который вдруг придет на Новый год и подарит вам подарок. Кусочек своего корня. Ребят, человеческий фактор, всегда имейте его в виду. И не думайте, что если вы всех предупредили, значит вы железно. Идет, друг волшебник в голубом вертолете. И случайно подарит вам неэтичный подарок. Ту-ту-ту-ту-ту. Хей, план Б. Бьют куранты, президент говорит свою поздравительную речь. Вы открываете долгожданный подарок. И что же вы там видите? Молочный шоколад, шерстяные носки, тестированную косметику. Все, что вашей душе не угодно. Расскажем, как не надо делать. С Новым годом! Спасибо! Не надо так. Почему так делать не стоит? Потому что, как мы уже говорили, во-первых, вы поддерживаете эксплуатацию и имущественный товарный статус животных. Второе. Вы дадите понять человеку, что это ОК, и он будет делать так систематически. Остальные люди, которые увидят это, они тоже не поймут, в чем логика, если они вам сделали подарок этичный, а кто-то сделал неэтичный, и вы его проглотили. Остальные люди тоже не поймут этой ситуации и в дальнейшем также могут делать вам неэтичные подарки. Лучше поставьте точку над И сразу же, в первый же ваш веганский праздник. В этот Новый год, например. Лучше просто вежливо и дружелюбно объясните человеку, что вы очень рады этому подарку, но вы не можете его принять, потому что это противоречит вашим убеждениям, вашим жизненным ценностям. Это то же самое, как если бы вы, например, были против проституции, а вам, например, дадят билет в кубличный дом. Может быть, немножечко эта ситуация вызовет какое-то недопонимание, но это будет малейшее недопонимание, которое вашим дружелюбиям, включайте его, разрешится. То есть не нужно принимать этот подарок, делать вид, что вам приятно, потом передаривать его кому-то другому. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хей! Как делать не надо 2. С Новым годом! Спасибо. Это продукты животного происхождения и эксплуатации животных. Ну что, ты убийца, мой наш спорта, анарбоганя! Не надо так, потому что мы все с вами понимаем, что на данный момент мы живем с вами в невеганском мире, и большинство людей социализированы не по-вегански. И также люди могли недопонять, не услышать, забыть. Произойти могло все, что угодно. Это человеческий фактор, ребят. Самое главное понимать, что намерения человека, который дарил вам подарок, готовил его для вас, они самые лучшие, самые искренние. Поэтому просто примите эту ситуацию как какую-то оплошность. Не стоит реагировать агрессивно, потому что люди могут воспринять в негативном ключе как вас, так и веганство в целом. Они могут войти в защиту и не воспринять той информации, которую вы захотите им передать. При благоприятном исходе этой ситуации вы реально можете объяснить людям, почему вы не принимаете этот подарок. И как человеку, дарителю, который преподносит вам этот подарок, так и окружающим. И возможно у людей в этот момент произойдет небольшой сдвиг парадигмы. И возможно они уже задумываются о том, что веганство это логично. В дальнейшем они задумываются о переходе на веганство и в дальнейшем они могут вообще перейти на веганство. Ваша адекватная позиция, ваша дружелюбная, позитивная позиция может как раз стать первым кирпичиком фундаменте построения веганского пути этих людей. Если вы психанете, перевернете весь их пжпшный стол, уроните, разобьете елку, закидаете их мандаринами и уйдете, человек просто может подумать, что все веганы, они... Психи. Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хей! Будьте дружелюбными, ребят. Используйте все ваше обаяние, всю вашу харизму. Пожалуйста, используйте аргументы, которые вы используете для того, чтобы объяснить, зачем нужно веганство для себя самого. Не думайте, что люди глупее вас, они тоже способны услышать. Да, возможно, когда-то они закрываются от информации, но, возможно, это, блин, тот самый момент, когда нужно им об этом рассказать. В любом случае ситуация происходит, решать ее вам. И как лучше это сделать, мы вам покажем. Маша, поздравляю тебя с Новым годом, Дневнождением или каким-то другим праздником. Вот твой подарок. Ух ты, спасибо! Спасибо тебе большое за все твои намерения, за твое внимание, за твою заботу, который так сказал мне этим подарком. Но, к сожалению, извини, я не могу принять этот подарок, потому что он содержит компоненты животного происхождения. А я веганка, и я против того, чтобы мы использовали животных в быту, в жизни, в любых сферах жизни, как объекты, ресурсы, товары. Я считаю, что у животных есть права, и я выступаю за права животных. Я, конечно, понимаю, что здесь твои самые лучшие намерения. Поэтому я тебе очень благодарна. Я ни в коем случае не прошу тебя делать мне какой-то другой подарок. Мне реально достаточно твоего внимания, с твоей стороны, твоего добра. Спасибо тебе большое. Но нет. Извини, пожалуйста. Ну все, у нас Новый год. Спасибо. Самое главное – это внимание, не подарок. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хей! Несмотря на всю вашу подготовку, на всю вашу логичную позицию, человеческий фактор, он может коснуться не только тех людей, которые готовят подарки для вас, он может коснуться вас самих. И вы можете словить так называемый эффект лестницы. Говоря проще, протупиться. Происходит какая-то ситуация, и вы не успеваете адекватно среагировать, и только когда вы уже выходите на лестницу и площадку, чтобы идти домой, у вас появляется правильный ответ. Хорошая мысля приходит опосля. Я думаю, каждый человек в своей жизни хоть раз, но попадал в такую ситуацию, в такую ловушку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хей! Итак, что произошло? Вы все-таки приняли неэтичный подарок, протупились, не нашли нужных слов, как объяснить человеку, что этот подарок вы принять не можете, либо почувствовали некую психологическую небезопасность для того, чтобы сейчас заниматься какими-то объяснениями, либо, может быть, подарок был передан вам через третие руки, либо, может быть, кто-то оставил этот подарок, не знаю, вам под дверью дома, на рабочем столе, либо где-то еще. Либо подарок преподнес вам ваш пьяный батек, с которым спорить все равно бесполезно. Как выйти из этой ситуации? Т-т-т-т-т. Т-т-т, план В. Самое простое, если это возможно, конечно, отдать подарок после вечеринки, либо немножко погодя после того, как его вам вручили, в общем, вернуть подарок, дарить. Да, возможно, на вечеринке на вас действительно обращено внимание слишком многих людей. Люди слишком сильно веселятся, пьют, отдыхают, и вы как-то чувствуете себя некомфортно для того, чтобы сейчас ситуацию менять. Поезд не уходит на этом моменте. Вы ведь можете связаться с человеком после Нового года. Можете связаться с ним и подать ему подарок. по точно такой же схеме, которую мы показывали вам минуты ранее. Т-т-т-т-т-т. Хей! Иногда мы не можем вернуть подарок дарителю, потому что либо это какой-то анонимный даритель, либо даритель уехал к себе домой на Чукотку. То есть мы не можем с ним связаться, вернуть подарок. Что делать в ситуации, если подарок вернуть мы не можем по какой-либо причине? Подарок необходимо выбросить, к сожалению. Как бы не было вам жаль какие-то продукты питания или какую-то одежду или косметику, которой в принципе можно пользоваться и может закраться такая мысль, не дай бог, что эти животные пострадали зря. Но они и так пострадали зря, потому что в современном мире полно альтернатив для изготовления одежды, для производства продуктов питания, для тестирования косметических средств, бытовой химии и так далее. Полно развлечений самых разных. Они и так уже пострадали зря. Вы уже никак, никаким образом не индульгируете страдания животных. Самым лучшим решением для животных будет выбросить этот подарок и не объективировать животных. Их тела, их выделение, части тела и так далее. Вот только не надо сейчас рассказывать про такие ситуации на Северном полюсе или на необитаемом острове, когда нет выхода, кроме как потреблять ПЖП и носить черстяной свитер. Не надо так. Просто поговорите об этом с вашим батьком. Когда он вернется с необитаемого острова, сел на ледырный океанин. Не ищите, пожалуйста, причины для того, чтобы потреблять ПЖП, потреблять и использовать в этой жизни. Будьте этичными, дарите этичные подарки, получайте этичные подарки и отмечайте Новый год. С Новым годом, ребята! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Эй! Ну чтобы Новый год был не только приятным, но и вкусным. Если вы не принимаете гостей у себя, если вы просто идете к кому-то в гости, где будет приготовлена кем-то еда или еда будет заказанная, но за заказ еды будет отвечать какой-то другой человек, предупредите этого человека, что вы веган и веганка. И возможно человек найдет для вас какие-то рецепты. Возможно он сконфузится и не будет знать, что делать. В таком случае предложите какую-то помощь, поготов. Вы как раз немножко разгрузите человека, сделайте ему приятно. Сделайте приятно всем гостям, потому что они попробуют новые классные блюда и поймут наконец-то, что веганство это, блин, не одна трава. И это очень вкусная, классная, сытная еда. Поэтому, ребят, лучше приготовить какой-то один или два салата, может быть какую-то закуску. Лучше три или четыре, потому что мы всегда знаем, что все не веганы очень любят есть веганскую еду. Да-да-да. Приготовьте какой-нибудь классный вкусный десерт. Люди поймут, что без молока и яиц можно есть прямо обалденные вещи. Приготовьте какое-нибудь горячее блюдо, которое будет очень сытным, очень вкусным. Ну и будьте готовы к тому, что кроме мандаринов вам ничего не достанется. В конце концов, один Новый год можно и не поесть. Хей! Ой, что? Еще не наша стиль музыки. Все, давай записывать чудес. Напишет все вообще. Итак, на носу Новый год, а это значит... Ну... Брызг! Не знаю, чего. Нее-ка-не-га-ёлочек-игрушек... Скоро новых... Я тоже забыла. Процессуальные процедуры по подготовке дарителя. Подарк... Я это скажу? Это не совсем этичный подарок. Нет, не этичный подарок. Они совсем не бывают. Так как немножко беременные. конфеты шоколадные которые были приготовлены вручную вашей бабушкой 10 лет назад будет это шоколадные конфеты которые выплюнула вашу стрелку можно я догадывать итак план а предупредить ситуацию попросите подарить день если вы не предотвратить если вы не предотвратить если вы не предотвратить почему не почему не нужно реагировать план альбом ци а это фон а б б да фон б все это место и и и и и и и